В полупроводниковых приборах используются особые свойства граничной области, называемые ПН-переходом. Благодаря тепловому движению электроны диффундируют в дырочную область, а дырки в электронную, оставляя нескомпенсированные заряды. Перейдя в соседнюю область, электроны и дырки рекомбинируют между собой, при этом образуются нескомпенсированные ионы. На границе между областями возникают разноименно заряженные слои, и между ними появляется электрическое поле. Оно препятствует дальнейшей диффузии электронов и дырок, и между областями кристалла возникает слой неподвижных зарядов, называемый запирающим слоем. Электрическое поле внешнего источника Преодолевают область ПН-перехода. Происходит разрушение запирающего слоя. Такое включение ПН-перехода называют прямым. Сила тока при таком включении ПН-перехода значительно больше, чем при включении в обратном направлении. Приборы, в которых применяется свойство односторонней проводимости ПН-перехода, называются полупроводниковыми диодами. Односторонняя проводимость диода широко используется в различных радиоэлектронных приборах и устройствах. Это наиболее распространенные диоды. Так выглядят они схематически. А это их графическое изображение. В наиболее распространенном полупроводниковом приборе-транзисторе имеются два ПН-перехода. Тонкий слой полупроводника между ними называется основанием или базой. На этой схеме нижний слой — эмиттер, а верхний — коллектор. Это графическое изображение транзистора. При любом включении в электрическую цепь выводов от крайних областей кристалла, эмиттера и коллектора, один из ПН-переходов оказывается включенным в обратном направлении. Поэтому ток в коллекторной цепи транзистора практически отсутствует. Но если через эмиттерный переход создать небольшой ток, то дырки входят из эмиттера в базу и проникают в коллектор. Управляя током эмиттерного перехода, можно управлять током в цепи коллектора. Поэтому изменение силы тока в цепи эмиттерного перехода приведет к синхронному изменению силы тока в цепи коллектора и напряжения на резисторе, включенном в эту же цепь. Изменение напряжения показывает вольтметр. В отличие от биполярного транзистора, иначе устроен и работает полевой транзистор. Он представляет собой тонкую пластину полупроводника с одним ПН-переходом в центральной части. Электрод, от которого начинают движения основные носители заряда, называется истоком. А электрод, к которому они движутся, стоком. Электрод, управляющий проводимостью канала, называется затвором. Если создать напряжение между истоком и стоком полупроводника, то в узком канале возникает электрический ток. Если подключить отрицательный полюс источника к затвору, запирающий слой расширяется, сужается токопроводящий канал. Управление полевым транзистором осуществляется напряжением на затворе, то есть электрическим полем. Отсюда возникло название полевой транзистор. Так выглядят транзисторы, серийно выпускаемые.